Ребята, сегодня начинается новый день и, как вы уже догадались, мы на даче. Сейчас я уже собралась, мы давным-давно позавтракали, в общем сделали все дела. Я хочу пойти и почистить дорожку к нашей теплице, потому что снова снег, снова все замело. Сейчас вам покажу. Как видите, вот теплица вся в снегу стоит, но уже видите, потихоньку снег тает, с крыши капает. Хочу пойти и навести порядок в теплице, плюс хочу посеять сидираты. Пойдемте покажу вам, что мы сделали. Вот Сережа мне наполовину помог почистить дорожки. Теплица больше чем наполовину была вся в снегу и я попросила Сережу почистить ее, так как горятка, которая внутри, вот именно с этой стороны, там снег не растаял. И для того, чтобы лучше попадало солнце, я попросила его здесь почистить, но снег очень тяжелый и мокрый, поэтому вот здесь внизу мы оставили. Теплица на 24 марта выглядит вот таким вот образом. Я уже, честно говоря, пожалела о том, что мы набросали сюда снег, потому как я сначала узнала о том, что лучше набросать снега в теплицу. Затем я узнала о том, что лучше снег не бросать, если у вас постоянно вода стоит на участке, суглинистая почва. Это наш случай, поэтому не стоило бросать, но Сережа его немного набросал, поэтому я думаю, что мы переживем этот момент. Вот, вот смотрите, вот так вот все выглядит. Как видите, вот эта крайняя грядка, это как раз снег не растаял, потому что теплица наполовину была в снегу снаружи и на эту грядку солнце попадало меньше всего. Посередине грядка, это я уже сюда насыпала земли, она была растаявшая, буквально вот где-то, видите, есть снег. И вот такая вот грядка. Вот, пожалуйста, куда солнце попадает, там быстрее тает. Как я планировала поселить сирату, у меня не получается, поэтому я из дома привезла землю, которая у меня там немного оставалась. Вот я ее наполовину этой грядки засыпала и открыла один мешок, тоже высыпала вот сюда. Так как грядка была подтаявшая, земля была мягкая, рыхлая, мне очень она понравилась, потому что от сиратов, которые я сеяла осенью, она стала рыхлая. Сират весной я хочу посеять для того, чтобы обезразить землю, для того, чтобы земля немного обогатилась, так как сираты, которые я осенью сеяла, они у меня не успели вырасти до того состояния, которое нужно, поэтому буду сеять весной. Но я думаю, что лишний раз не помешает. Так как на следующих выходных мы не приедем и мне, конечно же, не терпится все это сделать, я сейчас в эту землю посеяла горчицу. Вот это будет у меня такая экспериментальная для меня грядка. Вот я посмотрю, вырастет что-то или нет. Земля влажная, я ничем не поливала. Вот посмотрим, что с этого получится, взойдет ли горчица или нет. Сюда я тоже немного посеяла. В общем, посмотрим. А сюда, по-моему, нет, сюда я не сеяла. Вот посмотрим, что с этого получится. Не судите, пожалуйста, меня строго, потому что все методом проб и ошибок сзади, как говорится, горит. Поэтому не хочу ничего ждать. Хочу экспериментировать, на своих ошибках учиться. Вот так что вот так вот. Но я думаю, что если мы 8 апреля все-таки сюда приедем, либо позже, то я обязательно уже посею нормально седираты. Так что будем экспериментировать и посмотрим, что же у нас с этого получится. В теплице я обязательно оставляю одну форточку открыто, для того, чтобы все-таки здесь ничего не плесневело, не было застоя воздуха. Вот, чтобы теплица немного проветривалась. Вот, все в снегу, ребята. Мы с Сережей в предвкушении, когда это все начнет таять, и у нас будет просто на участке потоп. Вот, надеемся, солнышко будет светить ярко и все это быстро высохнет. Ну что, ребят, решила поснимать с такого видео. Сережа сейчас собирается в магазин за некоторыми продуктами. Нам нужен огурец, нам нужен помидор для бургеров и салат. И сейчас нужно в духовке. Так, этого пока готовить не будем. Сейчас в духовке я буду готовить свинину. Я вам вчера уже показывала. Это медальоны, фирменные, в пакете для запекания. Если вы вдруг не покупали, то расскажу вам примерно как это готовить. То есть мы разогреваем. Тебе видно. Отлично. Разогреваем. Разогреваем до 180 градусов. Так, духовку мы перенесли под лестницу временно, пока кухня все никак не сделала. Вот, и убираем вот эту вот решетку. Ставим на 180 градусов. Так, вверх-вниз. И свинина у нас будет готовиться где-то полтора часа. Здесь только на час и потом просто увеличим еще время. Убираем свинину. Все, будет готовиться. Хотела, ребят, поговорить про комментарий, который был написан под последним дачным блогом о том, что из-за того, что мне лень, я покупаю пластиковую посуду. Из-за того, что мне лень нагреть воду, помыть ее. И мы вот покупаем, опять же, временно пластиковую посуду о том, что мы засыряем нашу окружающую среду и все в таком духе. Я согласна с автором этого комментария. Полностью, согласна, но наша семья не пришла к тому, чтобы полностью отказаться от пластика. Вот, и также этот автор писал о том, что не всегда есть выбор, да, не всегда мы можем выбирать. И многие продукты идут в пластике, но опять же, сейчас много продуктов идет и без пластика. Поэтому мы вправе выбирать, пока я не пришла к супер, не знаю, к экологичному использованию всего, к супер еде полезной. Также написали комментарии о том, что вы делаете, вы едите хлеб на дрожжах. То есть, там, конечно же, лучше на какой-то определенной закваске делать. Но вы понимаете, это нужно все равно определенный образ жизни, вести правильное питание, делать самим хлеб, выращивать пшеницу самим, для того, чтобы это было действительно правильное питание без разных вредностей. Поэтому я полностью согласна, но пока мы к этому не пришли, я стараюсь в чем-то быть правильной, в том, что мне попроще быть правильной. Я стараюсь, не знаю, элементарно даже тот же хлеб из дрожжей приготовить дома, чем я его лишний раз пойду и куплю, да. То есть, по мере возможностей я пытаюсь это сделать. Я очень рада, что зрители пишут комментарии, но тоже меня поймите, что я также могу с чем-то не соглашаться. Вот, и я считаю, что я имею право написать, если я с этим не согласна, если мой зритель тоже может мне что-либо написать. Я принимаю критику, но я не могу принять всю критику. Если действительно меня что-то цепляет, то я не могу, чтобы не ответить на эту критику. Поэтому я думаю, что адекватные, абсолютно адекватные зрители меня поймут. Вот, и кто-то когда-то писал в комментариях также, что вот вы открыли свой канал, типа, как вы думали, что вам будут только хорошие комментарии писать. Нет, я так не думала, но я также уверена то, что я в каких-то случаях не должна молчать и глотать это все, а тоже отвечать не агрессивно, но, насколько это возможно, мягко. Вот, так что вот так. Все, что я хотела сказать, напишите по этому поводу свои мысли, что вы об этом думаете. Вот, я все комментарии читаю. Очень интересно с вами вот в таком формате общаться. Может быть, даже мы когда-нибудь в другом формате пообщаемся, не только через YouTube и видео. Хотела у вас спросить, дорогие мои подписчики. Я думаю, что у многих из вас есть на своем участке клубника. И хотела спросить такого совета. Значит, у меня в определенном месте, в прошлом году я сажала клубнику. И в этом году я хочу ее пересадить. Напишите, пожалуйста, как вы это делаете, потому что я в том году смотрела видео о том, что нужно обрывать какие-то листочки, оставлять вот только-только свеженькие, которые начали расти новые и уже пересаживать. Я, конечно же, склоняюсь к тому, что я все-таки буду снова ее сажать под укрывной материал, потому что это безумно удобно. В том плане то, что все ягоды чистые постоянно. То есть, я не брезгую, я могу их прямо вот там на огороде и съесть. Большое спасибо вам всем за ваши советы. И вот, кстати, одна из подписчиц написала то, что в том году я камнями прижимала этот укрывной материал, для того, чтобы его не поднимала. И оказывается, вот, например, в Леруа Мерлен можно купить пластмассовые дюпеля и ими уже прижать этот укрывной материал. Поэтому обязательно в этом году попробую. Я думаю, что не только в Леруа Мерлен они продаются. Будет очень интересно и намного аккуратнее, чем вот этими камнями. Еще я береза, кстати, тоже закрывала. Клубника у меня не старая. Ей, конечно, нет 3 года. Ей всего лишь вот летом будет год. И я хочу ее просто-напросто уже в другое место пересадить. Вот, докупить новую клубнику. И так у меня получается через каждые 3 года будет клубника обновляться. То есть какой-то клубники будет уже 2 года, какой-то 3. И вот постоянно будет такой вот обмен клубники. Поставила суп уже готовиться. Суп у меня, как всегда, из тушенки. Я теперь фанат тушенки, поэтому буду практически в каждом видео вспоминать. В общем, Сережа купил самый обыкновенный вот такой вот листовой салат. Огурчики и пару помидор. Это нам для бургеров. А салаты мы сейчас как-то не очень кушаем. Вот. Сейчас делаю зажарку для супа. Картошку уже вкинула. Так, наваристый вкусный суп и готов у нас. Сейчас ждем чайник, когда закипит, будем пить. Ребят, смотрите, весеннее солнышко. Прям глаз радуется. Смотрите, какие облака. И все капает. Класс. Сережа отрыл мангал. Вот и пока еще на улице такая прекрасная погода, мы пойдем жарить котлеты для бургеров и колбаски. Видите? Все капает. Весна. Весна. Видите, какие сугробы. Окопы, Сереж. Практически. Я уже все приготовила. Сейчас вам покажу. Это колбаски. Я их ни в чем не обваливала. Я сделала, вот обваляла в разных травках и в кориандре. Я так делаю уже, как увидела рецепт у Джейми Оливера. Он так же делает. Вот. За ним повторяю. Здесь помидоры и салат. Здесь я приготовила немного сыра, бекон и булочки тоже немного сделаем хрустящими. Надо еще принести кетчуп, наверное. Сереж, ты с кетчупом будешь? Наверное. Субтитры подогнал «Симон» Джейми Оливер говорит, что обязательно для того, чтобы был вкусный бургер, нужно его вот так хорошо сжать, чтобы все соки, видите, потекло. Все соки булочка впитала. Это будет очень вкусный бургер. А выглядит вот так вот. Красиво? Шикарно. Так. Давай. Наши... Чи-чи-чи. Что-то такое. Чи-чи-чи. Чувап-чичи. Чувап-чичи. Милану зовем на улицу. Ни в какую не хочет. Говорит, я уже ходила. Так что мы с Сережей вдвоем. Это стопудов самый лакомый кусочек. Вкуснятина стопудов. Да? Да? Мы уже в сентябре, да, выкладывали? Как это вкусно. Можно котлеты самим приготовить. Но мы не готовим их сами. Давай, кушаем. Ну что, ребят, мы готовимся ко сну. Уже поздно. 23 часа. Вот. До этого мы ходили в гости к нашим соседям. У нашей соседки был день рождения. Вот. Поэтому там мы, естественно, не снимали. Ну, еще погуляли с Миланой на улице и с детьми. Вот. Побросали снежки, поиграли. Да. Да. В общем, мы ложимся спать. И до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok